Мы, как я уже упомянул, приступили к рейтинговой деятельности после вхождения в реестр. На данный момент мы утвердили методологию присвоения рейтингов кредитным организациям, региональным органам власти. То есть это субъекты федерации муниципалитета, которые в основном выпускают облигации и им тоже нужны рейтинги. Мы готовы с ними работать. Не финансовые компании, собственно говоря, предмет сегодняшней нашей встречи. Мои коллеги расскажут подробно про этот подход. Вот. И отдельно стоит методология присвоения рейтингов организациям, выполняющим функции государства. Вы прекрасно знаете, у нас доля государства в экономике очень высокая. И в связи с этим, может быть не в связи с этим, а по разным причинам, достаточно много организаций, которые являются институтами развития или госкорпорациями, которые в своей работе выполняют ту или иную функцию, присущую обычному государству. Мы считаем, что к таким организациям должен приниматься особый подход аналитический, а не какая-то трансформация действующих других методик. И поэтому утвердили тоже такой документ и готовы с такими компаниями работать. Более того, я думаю, в первом квартале рейтинги таких компаний будут уже выпущены. Их будет немного, просто их по природе будет немного. И заглядывая вперед, в этом году мы ожидаем утверждение методики рейтингования выпусков облигаций. Александр Проклов об этом чуть подробнее в конце расскажет. Также страховая методология для, собственно говоря, страховщиков жизни и нежизни. И, наверное, уже это первый квартал, это холдинговая методология и методология для лизинговых компаний. Что тоже очень интересно, особенно для ТПП на одном из мероприятий в прошлом месяце, посвященном лизингу. Мы здесь столкнулись с таким достаточно плотной волной интереса к рейтингованию лизинговых компаний. Обязательно туда придем. Вообще, зачем кредитные рейтинги нужны для компаний? Ну, во-первых, это повышение прозрачности для инвесторов. Если вы хотите, я буду очень просто рассказывать, если вы хотите взять где-то денег в долг, ну, под честное слово, вам, наверное, дадут только друзья, если вы физическое лицо. Но если вы компания, то тот организация, будь то банк, будь то инвестор рыночный или пенсионный фонд, который купит ваши облигации или даст вам кредит, должен быть глубоко и точно уверен в том, что вы эти деньги вернете. Соответственно, как бывает, либо внутренние какие-то системы оценки, но здесь всегда есть конфликт интересов, потому что, ну, задача риск-менеджмента всегда задушить, как мы знаем, это логично, а задача бизнеса выдать больше. И вот на стыке этого конфликта происходит обычно принятие решений. Здесь рейтинговые агентства выступают таким отдельно стоящим, независимым центром экспертизы, не связанным никоим образом ни с заемщиком, ни с кредитором. И выражают свое независимое мнение о том, насколько устойчивая компания. Основание анализа финансовой отчетности, качественной информации о бизнесе, встречи. То есть это не какая-то дистанционная экспресс-оценка, а это именно глубокая работа всей аналитической команды, эксперты с большим опытом. И результатом этой работы является не просто буквка, которая доступна вот заинтересованным сторонам, публичное раскрытие мнения агентства о предиспособности банка или компании. Вот в этом отличие, наверное, рейтинговых агентств, каких-то других участников рынка, которые могут это делать. Это условия нашей работы, и это большое преимущество рейтинговых агентств по отношению к другим участникам рынка. То есть мы здесь часто спрашивают, а какую ответственность рейтинговые агентства несут. Прежде всего, это ответственность связана с репутацией. Потому что мы вслух говорим о каких-то серьезных вещах, на основании которых инвесторы принимают решения о вложении средств. Мы не даем никогда рекомендацию, нам запрещено это делать по закону, и в целом это международная практика для рейтингового бизнеса. Но, тем не менее, на основании наших решений, в нашем мнении такие важные решения принимаются. Снижение стоимости фондирования. Это классическая история, которая очень хорошо работает на международных рынках капитала и уже достаточно неплохо работает в российском рейтинговом поле. Потому что, в принципе, если чуть-чуть назад вернуться, российская рейтинговая отрасль появилась в текущем ее виде, в 2015 году с принятием 222-го закона, который произвел перезагрузку рейтинговой отрасли. Появилось большое российское рейтинговое агентство, потом получил аккредитацию второе, и в этом году еще два агентства добавились к повестке. Главным, наверное, достижением этого закона стало принятие того факта, что в Российской Федерации используются рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале. То есть компании и банки сравниваются между собой в контексте одной страны. То есть это может показаться, что это какое-то там импортозамещение или что-то связанное с санкционной историей, но здесь спешу развеять эти сомнения. Это обычная международная практика. До ухода из регулирования у агентств большой тройки рейтинговых, которые работали в России, у всех были шкалы для Российской Федерации, в рамках которых как раз-таки решалась та же задача. Здесь просто эта логика получила такое продолжение, углубление и стала чуть более профессиональной, чем была. Яркий пример. Как раз-таки я вот говорил о лизинге. И поскольку лизинговые компании достаточно хорошо раскрывают информацию о себе, с одной стороны, с другой стороны, у нас есть информация о ставках заимствования на публичном рынке для лизинговых компаний. Здесь мы видим, что компании, которые без рейтинга, их ставка привлечения в среднем выше, чем для компаний, которые имеют кредитный рейтинг. Здесь должен сделать очень важное замечание, что здесь не только уровень рейтинга важен, но и факт его наличия. Вот чуть-чуть отступлю от темы. Я вхожу в экспертный совет Московской биржи по компаниям малого и среднего бизнеса, сектор роста, так называемый. И сейчас на этой площадке активно обсуждается вопрос рейтинговых требований для компаний, которые планируют размещаться на этом секторе. И на данный момент консенсус такой, что есть мысль сделать это просто требование, сформулировать как факт наличия рейтинга без его уровня. Это приучение инвесторов к хорошей культуре поведения на финансовом рынке. Поэтому даже если рейтинговая компания невысокий, факт его наличия и соответственное ему раскрытие информации уже очень большая пища для размышления инвесторов и возможность диалога с точки зрения снижения ставки. Вкратце, как происходит рейтинговый процесс. Он разделен логически на две большие части. Связано это с тем, что рейтинговый бизнес работает таким образом, чтобы не допускать внутри себя конфликта интересов. То есть вы прекрасно знаете, что за рейтинг платит клиент, который рейтинги получает. И чтобы у этого клиента не было возможности оказывать влияние на рейтинговые решения, которые рейтинговые агентства проводят, вот функция коммерческая и аналитическая, они в агентстве очень серьезно разделены, вплоть до всех уровней корпоративного управления и даже владения. И функционирует отдельное подразделение compliance, которое подчиняется логически и функционально совету директоров, а не генеральному директору, мне в частности, которое обеспечивает как раз-таки контроль таких рисков и недопущение конфликта интересов во всей деятельности агентства. Поэтому логика следующая, что первая часть – это взаимодействие по коммерческим вопросам, когда обсуждается условие контракта, ценовые какие-то характеристики с агентством, заключается контракт. А после того, как этот этап уже, собственно говоря, заканчивается и ставятся подписи сторон, эта работа переносится в совершенно другое подразделение, в аналитическое, самое многочисленное в агентстве, которое взаимодействует с клиентом, это совершенно другие люди, только по рейтинговому процессу, по присвоению рейтингов. Аналитикам неизвестны никакие коммерческие параметры контракта и не могут быть известны, они изолированы этой информацией и действуют в этом смысле вакуумы, что только приносит большую пользу для качества рейтинговой работы. Аналитики запрашивают по установленным формам в агентстве информацию, которые необходимы для анализа, направляют вопросы для обсуждения на рейтинговые встречи. После этого происходит как раз-таки встреча с клиентом, это такое от нескольких часов до целого дня, встреча с владельцами, топ-менеджментом компании или банка, или страховой компании, на котором обсуждаются уже такие качественные аспекты бизнеса, как стратегия, как корп управления, принципы принятия решения и вообще оценивается такая деловая культура в широком смысле компании, которая неизвестна из цифр. Параллельно, естественно, заполняется и формализуется рейтинговая модель. В результате этой работы формируются аналитиками рекомендации на рейтинговый комитет и проводится его заседание в агентстве. Опять же, на нем присутствуют сотрудники только аналитического блока, возможно, с присутствием комплайенса или методологов. И здесь работает принцип такой честной демократии. Простым большинством голосов, минимум пять человек голосуют, поддерживается или не поддерживается, альтернативное решение принимается по амольному митенту. Присваивается кредитный рейтинг, он коммуницируется клиенту в сопровождении с проектом пресс-релиза, обоснованием, если хотите, как такой рейтинг получился. У клиента, естественно, есть установленное законом и нашими внутренними документами право апелляции, если в случае мотивированного несогласия с решением рейтингового агентства. И это не такое, знаете, бесперспективное занятие, как, возможно, где-то в других местах. В силу того, что это национальная шкала и в силу того, что действительно количество заемщиков достаточно такое, ну, клиентов разнообразное, ну, нередкий случай в практике всех рейтинговых агентств, я с уверенностью об этом говорю, когда апелляция удовлетворяется. Ну, такое бывает действительно, как эта информация могла появиться, по крайней мере, там совсем перед комитетом и агентство было неизвестно. Например, это хорошая история. Дальше получается согласие на раскрытие этого рейтинга. Он публикуется на сайте агентства и коммуницируется в СМИ и становится доступен неограниченному кругу лиц. Впоследствии в таком комфортном режиме аналитики мониторят финансовое состояние по отчетности или по каким-то запросам отдельным компаниям. И это обеспечивает поддержку рейтинга в актуальном состоянии, ну, в каждый момент времени.